К другим темам. В Узбекистане с рабочим визитом побывала делегация телекоммуникационного холдинга ВИОН, торговая марка Вилайн в Узбекистане. В ее составе новое руководство компании, главный исполнительный директор группы компании ВИОН Кан Терзиоглу и советник по вопросам взаимодействия с государственными органами Борис Тадич, которые приняли участие в ряде встреч, состоявшихся в Хакемиаде города Ташкента, Сенате Уалии Маджлиса и соответствующих министерствах. Обсуждались вопросы внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, решения сотрудничества в этом направлении. Подробности в материале программы. Надо сказать, что Билайн Узбекистан входит в группу компании ВИОН. Это крупнейший мировой поставщик связи с более чем 210 миллионами абонентов с 10 странах мира, который, кстати, инвестировал в телеком-индустрию нашей страны свыше 1 миллиарда долларов. Растут и налоговые выплаты компании. Они с момента выхода ее на отечественный рынок составили около 2 миллиардов долларов. Главное повышается качество и расширяется спектр услуг в сфере. Все более укрепляются взаимовыгодные связи, направленные на внедрение в практику современных инновационных решений. В ходе своего визита в Узбекистан члены делегации телекоммуникационного холдинга ВИОН провели встречи в столичном Хакемиаде, Сенате Уалии Маджлиса, Министерствах по развитию информационных технологий и коммуникаций, инвестиций и внешней торговли, а также экономике. Подробнее об итогах встречи и цели приезда в нашу страну в интервью главного исполнительного директора группы компании ВИОН Каана Терзеоглу. Очень приятно снова быть в Ташкенте. Спустя 15 лет я дважды посетил Ташкент за последние две недели. Как вы знаете, ВИОН осуществляет свою деятельность в Узбекистане под брендом Beeline. С 2006 года мы инвестировали в эту страну более 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Для нас Узбекистан является сердцем Центральной Азии. Республика одной из первых поддержала развитие проекта «Один пояс, один путь». То, что было 15 лет назад и то, что я вижу сейчас, впечатляет. Такой прогресс и столько изменений. В каждой сфере от телекоммуникаций и всех видов международной торговли до инвестиционного климата в стране. Диалог, который нам удалось провести с правительством, нас невероятно вдохновляет. И для нашего бизнеса Узбекистан является ключевым рынком. Мы ведем свою деятельность в 10 странах по всему миру и обслуживаем 210 миллионов клиентов. И мы гордимся тем, что работаем в Узбекистане. Хотели бы продолжить инвестировать в республику и в будущем. Я провел различные встречи с руководящими должностными лицами. Они прошли в Хакимяте города Ташкента, Сенате, Министерствах по развитию информационных технологий, коммуникаций, инвестиций и внешней торговли, экономики. Чрезвычайно рад тому, что в течение следующих трех лет население Ташкента, как столица, потенциально может вырасти вдвое. Мы готовы сотрудничать в обеспечении реализации цифровой инфраструктуры для содействия этой крупной трансформации. Также невероятно счастлив видеть благоприятный инвестиционный климат, созданный правительством, что дает нам, иностранным инвесторам, уверенность в реализации наших планов в будущем. Так, только в этом году мы планируем инвестировать около 50 миллионов долларов в профильную инфраструктуру, и я надеюсь, что это будет хорошим вкладом в развитие отрасли, так как цифровизация для Узбекистана становится все более реальной с точки зрения ее реализации, и мы рады, что будем частью этой трансформации. Для информации, в этом году Билайн в Узбекистане продолжит инвестирование в активное развитие 4G. По мнению экспертов, это станет еще одним важным практическим шагом не только для улучшения сферы ЭКТ, но и позитивно отразится на дальнейшем развитии цифровой экономики страны.